Мама Витя поднялась сегодня рано. И ничего, что утро воскресенья. Для первого просмотра спектакля самое время. Правда, вот малыш надеялся, что ему покажут мультик про гномов. Но узнав, что попал практически в кроличью нору, ничуть не расстроился. Это билетик. Куда? Боисов, что не чудес. Предъявить билетик первым делом предстояло вот этому рыжему безумцу, шляпнику. Он-то знает, отчего нижегородцам не спится воскресным утром. Все любят чудеса, все любят экстрим, чтобы все было захватывающе, непонятно, что-то очень безумное. История про любознательную фантазерку Алису знакома каждому. И там был кролик, который спешил куда-то. И она выросла и съела печеньку. И она и выросла. Сегодня эту удивительную историю Льюиса Кэрролла преподносят малышам необычным образом. Изображение мастера песочной анимации сменяет друг друга под произведения классиков в исполнении струнного дуэта. Все это сопровождается актерским чтением. Гусеница и Алиса довольно долго сверцали друг друга в молчании. Наконец, гусеница сонно и медленно произнесла. Получается вот такая музыкальная песочная анимация, в которой повествуют и об игре с королевой в крикет, и о безумном чаепитии, и о встрече Алисы с самым улыбчивым котом на свете. Это ведь фантазия, и здесь можно нам, даже как взрослым, немножко дать себе волю пошалить. И детки посмотрят, как мы шалим красиво, и получилось нарисовать замечательные картины. Звучит красивейшая музыка. Ну и чтец тоже старается. Такое необычное оформление, песочная анимация, завораживает зрителя, как самого маленького, так и постарше. И только изредка своими выходками внимание перехватывает все тот же рыжий безумец. Любовь Рывальченко, Владимир Гайдай. Объективно, ННТВ.